Стражи порядка накануне принимали поздравления с профессиональным праздником Днём сотрудника органов внутренних дел. В Управлении МВД по Белгороду служат более 1100 сотрудников. Тёплые слова в адрес каждого из них звучали со сцены Белгородского института искусств и культуры. Поздравить полицейских пришёл и мэр Белгорода Сергей Баженов. Тему продолжим в сюжете. Участников торжественного собрания встречал эстрадно-джазовый оркестр Биляр Бенд. Сотни сотрудников и ветеранов городского УМВД встретились в концертном зале, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Со словами поздравления к собравшимся обратился мэр Белгорода Сергей Баженов. От имени Совета депутатов и администрации города Белгорода поздравляю вас и членов ваших семей с профессиональным праздником, который действительно уже стал народным. Благодарю вас за добросовестный труд, за верность присяге и долгу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в службе. Пусть в ваших семьях будет всегда добро и благополучие. С праздником! Сергей Баженов также отметил восемь сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города за добросовестное исполнение служебного долга, значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в областном центре. С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел поздравили Лариса Гончарова, заместитель председателя Совета депутатов Белгорода, и Олег Кобец, настоятель Преображенского кафедрального собора. Восемь полицейских получили благодарности от Александра Старова, начальника управления МВД Российской Федерации по Белгороду. Для нас это очень важно и приятно, потому что наш труд оценен. Стараемся мы для нашего города, чтобы в нашем городе было и приятно, и уютно, и комфортно, и меньше правонарушений, и преступлений. Любая награда, если тебя оценили, что ты достоин быть награжденным, всегда приятно. По итогам 9 месяцев количество преступлений уменьшилось почти на 8%, число грабежей на 30%. Снижение удалось добиться благодаря добросовестному исполнению служебных обязанностей, говорят в ведомстве. Коллектив на данный момент слаженный, организованный, есть взаимопонимание, есть понимание то, что надо делать. Каждый из руководителей знает задачи, которые стоят перед нашим коллективом. В ходе торжественной церемонии в концертном зале подвели итоги конкурса рисунков среди учащихся младших классов под названием «Полицейский – профессия защищать». Диплом за первое место вручили Анастасии Сальтевской, учащейся 4-го класса 21-й школы Белгорода. На моем рисунке изображено то, что полицейский помог бабушке. Полицейский – это профессия защищать, чтобы поймать вора, найти его. Это очень трудная профессия. На сегодняшний день на страже безопасности и порядков в Белгороде служит 1100 человек. Согласно исследованиям общественного совета при городском УМВД, растет уровень доверия к сотрудникам полиции. По данным опросов, больше половины от общего числа городского населения доверяет стражам порядка. Диана Калединова, Дмитрий Ярема. К этому часу. Белгород. В ходе торжественной церемонии в концертном зале подвели итоги конкурса рисунков среди учащихся младших классов под названием «Полицейский – профессия защищать». Диплом за первое место вручили Анастасии Сальтевской, учащейся 4-го класса 21-й школы Белгорода. На моем рисунке изображено то, что полицейский помог бабушке. Полицейский – это профессия защищать, чтобы поймать вора, найти его. Это очень трудная профессия. На сегодняшний день на страже безопасности и порядков в Белгороде служит 1100 человек. Согласно исследованиям общественного совета при городском УМВД, растет уровень доверия к сотрудникам полиции. По данным опросов, больше половины от общего числа городского населения доверяет стражам порядка. Диана Калединова, Дмитрий Ярема. К этому часу. Белгород.